Помочь крошечному малышу победить тяжелый недуг и жить полноценной жизнью сейчас могут жители нашей республики. Матвею Свернову из Петрозаводска чуть больше месяца. Он родился с очень редкой и опасной для жизни патологией, которую не смогли рассмотреть ни на одном УЗИ. Но ему можно помочь. Матвею необходимо сделать несколько операций, первая из которых запланирована уже на эту осень. Сейчас благотворительный фонд имени Арины Тубис ведет срочный сбор средств. Обо всем по порядку смотрите в нашем специальном репортаже. Полину и ее сына Матвея мы встретили, когда они возвращались из поликлиники. Как и все дети в возрасте одного месяца малыш проходит осмотр у специалистов. Плановый прием у окулиста, в месяц проверяем глаза, возвращаемся с приема. Все хорошо в год показаться. Но, к сожалению, сказать, что все хорошо пока могут далеко не все врачи. Матвей – долгожданный второй ребенок. Его появление на свет ждали не только родители и их родственники, но и теперь уже старший пятилетний брат Миша. На УЗИ никаких патологий у ребенка обнаружено не было. 2 июля он родился путем планового кесарево сечения. Диагноз – экстрофия мочевого пузыря. Для Полины прозвучал как приговор. Я лежу на операционном столе, мне об этом говорят. И у меня просто был шок. Я просто лежала, плакала, и я не понимала. Первое, конечно, что я спросила, мой ребенок будет ли жить с таким пороком. Я для себя успокоилась, что все, у меня ребенок будет жить, со всем остальным мы будем справляться дальше. Следующим этапом для меня, конечно, было сложно, как рассказать мужу вообще. Когда родителям удалось совладать с эмоциями, они занялись изучением этого диагноза. Патология эта редкая и опасная. Встречается с частотой 1 на 50 тысяч случаев. Это самый сложный порог, который именно в урологии есть. Один из самых сложных порогов экстрофия. Потому что это сочетанный порог. У ребенка отсутствует передняя брюшная стенка, передняя стенка мочевого пузыря. То есть наружу внешне выпирает задняя стенка мочевого пузыря. Соответственно, емкости, где скапливается моча, у ребенка нет. В России эта патология мало изучена. С ней можно жить, но далеко не полноценной жизнью. Поэтому родители Матвея приняли решение оперировать ребенка в Сербии у врача, который уже больше 20 лет специализируется в том числе на лечении таких детей. Малышу предстоит как минимум две операции. И самое важное из них именно первое. Самое основное, самое сложное. Исход первой операции во многом будет влиять на качество дальнейших следующих операций и качество жизни ребенка. То есть самое главное сделать правильно первую операцию. В Карелии с диагнозом экстрофия мочевого пузыря родилось всего несколько малышей. Среди них и сын Ксения. Три года назад ее Кирилла тоже оперировал сербский врач Радаш. Теперь мальчик, а точнее уже подросток, живет полноценной жизнью. Мы ездили по поводу пластики, и мы очень довольны. То есть нам сделали все хорошо, и даже все, которые были старые рубцы, которые были в России, нам все убрали. То есть даже вообще не видно, что ребенок оперирован. Мы очень рады. Полноценная жизнь уходит в школу, в обычную. Все нормально. Сейчас ему 16. Сейчас 16 лет нам, да. Мы прошли 4 операции в Питере и вот одну в Сербии. Деньги на операцию для еще одного малыша несколько лет назад собирала Ольга Черепова и ее подруга Юлия Зуева. Нужную сумму удалось собрать. Мальчика прооперировали. Если сделать вовремя, если собрать эти самые средства, это не такая большая сумма, если мы все вместе. Ну, я патриот своей страны, своей родины, и считаю, что если мы живем все вместе, рядом, мы должны друг другу помогать. Ну, иначе зачем? Первая операция в Сербии для маленького Матвея стоит 13,5 тысяч евро. Это порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. За помощью они обратились в благотворительный фонд имени Арины Тубис. Информацию распространяли на странице фонда ВКонтакте. Сбор начали 4 августа. За это время жители Карелии на лечение Матвея перевели больше полумиллиона рублей. Волонтеры просят подключиться к сбору не только жителей, но и организаций республики. Благотворительный фонд может предоставить и ящики для сбора средств, информационные листовочки, наклейки, которые может содержать и куркот для прямого пожертвования через Бирбанк онлайн, смс-информирование. То есть это все можно предоставить благотворительный фонд и в различных торговых точках все это можно разместить. Кроме того, все желающие могут передать в Дарфонду различные товары или услуги для проведения благотворительных онлайн-аукционов. Вот такие наклейки привезут адрес на всем, кто готов приклеить их на свои автомобили. Все собранные средства пойдут на лечение Матвея. К сбору подключились и другие некоммерческие организации. Со своей стороны мы уже осуществили перевод на лечение мальчика и также призываем всех руководителей некоммерческих организаций присоединиться к этой акции. Все безопасные способы перечисления средств на лечение Матвея указаны на странице благотворительного фонда имени Арины Тубис ВКонтакте. Важен каждый рубль, ведь малыш уже получил приглашение на операцию. В Белграде его с мамой ждут 5 октября. Но когда ты сам сталкиваешься с такой ситуацией, и когда тебе начинают помогать люди, и помогать начинают, ну, понятно, что родные, друзья, но просто незнакомые люди, не знаю, такие чувства у меня, мне... Я очень всех благодарю за то, что, да, вы все откликнулись, вы все не прошли мимо. Просто огромное спасибо вам, что вы поучаствовали в полноценной, надеюсь, жизни потом нашего сыночка.